Вести Карачаева, Черкесия В Москве состоялась встреча руководителя региона Рашида Тимрезова, заместителем председателя правительства России, куратором Северокавказского федерального округа Александром Новаком, в ходе которой глава проинформировал о реализации проектов и программ, имеющих социальную и экономическую значимость для республики. В частности, доложил о пяти прорывных проектах, включенных в модель социально-экономического развития Карачаева-Черкесии в сфере туризма, садоводства, развития зеленой генерации и добычи полезных ископаемых. Обратил внимание, что в регионе ведется активная инвестиционная деятельность. Среди крупных инвесторов – группа компании «Домоте», реализующая в регионе проект по производству баранины. Карачаева-Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСАВ начнет работу круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В центре будут проходить пятидневные учебные сборы, участники которых будут познавать основы военной службы. Ожидается, что к учебным сборам будут привлекаться старшеклассники, а также учащиеся колледжи и профтехучилищ. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе, также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества, также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе, и целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаева-Черкесии, и Рожили Бориспевичем Тимрезовым, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаева-Черкесской республики, 9-10 классов, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаевской республики, именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карачаевской республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. С 13 по 15 мая в республике пройдет форум для молодежи «Дни карьеры в Карачаево-Черкесии», задачей которого является расширение информационного поля студентов о тенденциях спроса на рынке труда, а также обучение выпускников приемам самопрезентации и трудоустройства. Программа будет включать лекционные, тренинговые, досуговые мероприятия с участием экспертного сообщества, представителей органов исполнительной власти субъекта, а также руководящий состав крупных предприятий. В музее Центра военно-патриотического воспитания «Черкеска» наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений без срока давности и Республиканского конкурса сочинений «Моя республика в судьбе моей семьи», приуроченного к празднованию 100-летнего юбилея со дня образования Карачаева-Черкесии. Все участники награждены дипломами и ценными призами. После завершения торжественной части ребята были приглашены на экскурсию по Музею Центра военно-патриотического воспитания. Впервые Всероссийский конкурс молодежных проектов в этом году пройдет в Карачаево-Черкесии на базе Высокогорного форума «Махар». Подготовленный проект стал победителем конкурса Федерального агентства по делам молодежи. Об этом рассказал ректор университета Таусултан Узденов. «Наш проект, имеющий достаточно богатую и интересную историю, уже на всероссийском уровне признан. Заявка наша прошла, поддержанная. Теперь на базе этого форума, Махарского форума, будет проводиться форум по отбору социальных значимых проектов, молодежных проектов. Это очень престижно для молодежной политики нашего университета, естественно, для нашей республики. Хочу поблагодарить наше министерство молодежной политики». В Карачаево-Черкесии появятся творческие лаборатории для школьников, где они смогут изучать подвиги воинов-интернационалистов. С помощью творчества старшеклассники постараются передать глубинный смысл истории и рассказов о подвигах участников боевых действий. Работа уже проведена в рамках проекта «Героями не рождаются ими становятся». Ее уже поддержали в президентском фонде культурных инициатив. Главной задачей – это развитие творческих способностей старшеклассников, их навыки, коммуникации и сохранение исторической памяти. Строительство обновленной детской школы искусств ведет в Черкесске с опережением графика, поэтому ее двери распахнутся перед юными музыкантами уже в этом году. В обновленной школе искусств, в частности, появится звукозаписывающая студия, залы для хореографических постановок, операторская, многофункциональный зал, классы для индивидуальных занятий и современный актовый зал на 182 посадочных места. Об этом рассказал начальник отдела капитального строительства и ремонта мэрии города Равельтикиев. В мэрии города Черкеска учтены все особенности и потребности учеников, желающих заниматься музыкальным творчеством, искусством. И при проектировании данной школы были учтены все пожелания, а также архитектурный вид здания, чтобы сочетался к современному стилю. Новый уютный сквер появится в этом году в Черкесске вблизи многоквартирного дома номер 62 на проспекте Ленина. Проект, который будет реализован в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», весной прошлого года поддержало большинство горожан в ходе организованного Минстроем России рейтингового голосования. Площадь сквера – 5000 квадратных метров. Здесь появится качественное плиточное покрытие, современное освещение, благоустроенное цветниками и деревьями зеленая зона, лавочки, урны и другие парковые элементы. Совсем скоро постояльцы дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов в Черкесске переедут в новое здание. Оно построено по соседству со старым, но является абсолютно современным и качественно оборудованным корпусом. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора дома-интерната Ольга Пригунова. Все условия, предусмотренные для проживания и мобильных граждан, и немобильных граждан. Ну, что нужно отметить? Здание это рассчитано на 80 жильцов. Сегодня у нас 52 жильца. Но вместе с тем мы понимаем, что, к сожалению, бывают такие ситуации, когда приходится определять пожилого человека в дом-интернат. И, естественно, это уже с учетом нового здания, это уже есть резервные места, какая-то перспектива. У нас на сегодняшний день проживающих 52 человека, из них 25 мужчин и 27 женщин. Среди них у нас лежачих 11 человек, 3 колясочника и маломобильных 18 человек. Следующие длинные выходные пройдут с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России. Праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся 3 дня. Затем 4-х дневная рабочая неделя. В соответствии с новым постановлением правительства страны, в этом году при расчете нуждаемости для получения выплат на детей доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года, и признанного безработным, не будет учитываться. Это позволит не только расширить круг получателей мер социальной поддержки, но и повысить ее размер. К 77-й годовщине Победы участники-инвалиды Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. По словам управляющего региональным отделением Пенсионного фонда Аслана Озова, на ежегодную выплату направлено 340 тысяч рублей и получили ее 34 участника Великой Отечественной войны. Продолжается прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за 2 месяца, за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет. Комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. Важным условием для получения пособия является размер доходов семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей средний душевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Базовый размер выплаты 50%, в среднем по стране это 6150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума ребенка. Если с учетом и этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи останется ниже прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка. Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут получать только одинокие родители, и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума ребенка. Материнский капитал по-прежнему остается одной из основных мер господдержки. В некоторых случаях его могут получить и мужчины, отцы или усыновители детей. 20 апреля текущего года Государственная Дума страны приняла закон о праве отцов-одиночек на получение маткапитала. О нюансах нового закона Елена Дармаграева, старший помощник прокурора Карачаева Черкесии. Федеральным законом от 16 апреля этого года расширен круг лиц, имеющих право на получение материнского капитала. Данное право распространено на мужчин, которые являются отцами, усыновителями 2-го, 3-го или последующего детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также на мужчин, являющихся отцами или усыновителями первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Данное право возникает в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, либо в случае объявления женщины умершей. Также законом предусматривается переход права на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях, в частности, в случае смерти мужчины, лишения его родительских прав, совершения в отношении своего ребенка умышленное преступление. Данный федеральный закон вступил в силу с 1 мая 2022 года. На базе Центра «Мой бизнес» организована горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности сообщила начальник Центра поддержки предпринимательства Елена Чернеева. Министерство экономического развития Карачаева Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес КЧР» запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших форс-мажорных обстоятельствах, а также сообщить о проверках контроля надзорных органов. Задача горячей линии – предоставить информацию, помочь и разъяснить предпринимателям их права. Также для предпринимателей Карачаева Черкесии открыты двери Центра «Мой бизнес» по адресу город Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты Центра окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы Центра – будни с 9.00 до 18.00. Кредитные каникулы позволяют заемщикам в случае сокращения их дохода временно приостановить платежи по кредиту или снизить их размер. Предоставляется такая срочка на срок до полугода. Для этого необходимо обратиться к своему кредитору до 30 сентября этого года. Об этом рассказал начальник экономического отдела отделения Банка России по Карачаевой Черкесии Рауф Тугов. Воспользоваться кредитными каникулами может любой житель Карачаевой Черкесии, если его доход за предыдущий месяц сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. Снижение дохода нужно будет подтвердить документально. Уточнить, какой именно документ необходимо представить в качестве подтверждения, можно непосредственно в банке или микрофинансовой организации МФО. Это может быть, например, документ об увольнении с работы или справка из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного. При этом у кредитора можно узнать, как лучше направить обращение, принести в офис, либо направить через личный кабинет на сайте или мобильное приложение. В заявлении нужно указать, что хочет получить заемщик – кредитные каникулы или структуризацию на условиях банка или МФО. Право на кредитные каникулы распространяется на все виды кредитов и займов. Главное, чтобы они были выданы до 1 марта 2022 года. При этом правительством установлен максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку. Для потребительских кредитов это 300 тысяч рублей, 350 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, для ипотечных в Карачаево-Черкесии это 3 миллиона рублей, для автокредитов 700 тысяч рублей и для кредитных карт 100 тысяч рублей. Как получить паспорт России в 2022 году? Правила и сроки оформления документа. О порядке действий при первичном получении документа, а также его плановой замене, расскажет начальник отделения информации и общественных связей МВД по Карачаево-Черкесии Евгения Узденова. При достижении возраста 14, 20 и 45 лет у гражданина Российской Федерации появляется обязанность в получении и замене паспорта удостоверяющего личность. В соответствии с действующим законодательством, подать документы по вышеуказанным основаниям возможно со следующего дня после наступления события, то есть дня рождения. Паспорт может быть оформлен не раньше следующего дня после даты рождения. Вместе с тем обращаем внимание жителей Карачаева-Черкесии, работников финансовых и иных организаций, что паспорта, выданные в день рождения гражданина, в соответствии с ранее действовавшими нормативно-правовыми актами, являются действительными. Напоминаем, что подать заявление на получение государственных услуг можно с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Прокуратура Республики направила в суд уголовное дело об убийстве двух человек. Информацию комментирует представитель прокуратуры Елена Дармограева. Обстоятельства дела таковы. 21 мая 2018 года обвиняемый, находясь в квартире своих соседей, куда явился для разрешения конфликта, возникшего между его матерью и положилой семейной парой, на почве личных неприязненных отношений нанес камнем около восьми ударов в область головы потерпевшей, которая находилась в беспомощном состоянии в силу своего престарелого возраста. От полученных травм женщина скончалась. Будучи застигнутым в квартире супругом убитой им женщины, злоумышленник в целях сокрытия совершенного преступления совершил убийство очевидца преступления при помощи кухонного ножа. После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Верховный суд Карачаева Черкесской Республики для рассмотрения по существу. Спортсмен из Карачаевой Черкесии Амаль Джандубаев стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет весовой категории до 60 килограммов. Амаль также попал в основной состав юношеской сборной команды страны. Отмечу, что претендентами на победу в его весовой категории были 48 спортсменов из разных субъектов России. Радио России. Карачаева Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха до 17 градусов тепла. В горах местами плюс 4, плюс 9, выше 3000 метров лавина опасна. В Черкесске днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Штормовое предупреждение. Ночью и утром 12 и 13 мая в северных и центральных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаева Черкесия. До новых встреч.